Добрый день, уважаемые любители шахмат. Это видео снимается специально для защитников очень сильных игроков, которые говорят, что очень сильный игрок сделал определенное количество ходов. Он талантище и он добился огромных результатов в Блице. Хорошо, давайте теперь сравним очень сильных игроков с призерами последнего чемпионата мира по шахматам по Блицу. Итак, напомню, результаты. Первое место занял Магнус Карлсон и результат очень хороший, 18 очков из 23. Мы не будем рассматривать последние две партии, то есть здесь мы отнимаем и получаем 16,5 из 21. И мы эти две партии с Накамурой, которые разыгрывали, ну это тайбрейк, в эту статистику не будем включать, чтобы она была более-менее объективная. Второе место занял Накамура, те же 16,5 из 21, затем на тайбрейке он проиграл Магнусу. Третье место неожиданно для всех занял Владимир Крамник, который официально заявил о завершении карьеры, но он сильно отстал. Занял третье место с результатом 15 очков, ну чистое первое место. Теперь давайте посмотрим проценты каждого игрока. Конечно же все партии можно найти в мегабазе, я перенес их все и для объективности эксперимента проанализировал стандартным движком Часкома. Поскольку видео очень длинным будет, если я буду показывать каждую партию, что-то объяснять, то я просто буду показывать проценты. И больше ничего. Если 99%, я остановлюсь. Итак, первый тур. Предка Карлса 0,1. Я всегда останавливаюсь на последней позиции, чтобы затем, если у вас возникнут какие-то сомнения, зашли в мегабазу и сравнили, что это та партия. 98,3. Второй тур. Карлсен Белов. Магнус выиграл 98,3. Удивительная стабильность. Третий тур. Салем против Магнуса. Магнус выиграл. 95,7. Не такая уж высокая статистика. Четвертый тур. Карлсен Яковенко. Магнус выиграл. 96,1. Пятый тур. Вайташек Карлсен 0,1. Магнус выиграл. И 98,6. Тоже до 99 не дотягивает. Следующий тур. Карлсен Абдусаторов. 97,3. Ничья. Андрей Кенкарсен. Вот здесь как раз в седьмом туре Магнус сыграл 99% и проиграл, что бывает крайне редко. Давайте посмотрим, как это случилось. Итак, была разыграна защита Рогозина. Как раз этот вариант очень памятный для меня, потому что на эту линию я пытался выйти. Он в партии с гроссмейстером Сингуптой в Пардубице два года назад. Мне устраивала ничья для нормы. Но он здесь сыграл место Е5 хода А6 и выиграл. Потому что я стремился к этой позиции. В принципе, это известная теория. И удивительно, Магнус сыграл в воде Е8. То есть, здесь, если посмотреть на оценку движка, то ошибка была допущена в этот момент. И в момент, через несколько ходов, остался Магнус без пешки. И опять еще вторая ошибка. То есть, фактически две ошибки за партию. Но этих ошибок достаточно, чтобы белые получили позицию с двумя лишними пешками. И, конечно же, это ладейное окончание за оба цвета можно достаточно легко разыгрывать. И техники Андрейкина хватило для побед. Хотя, на самом деле, тут не так легко. Многие бы, наверное, не смогли бы выиграть. Что ж, Андрейкин молодец. Победил Магнуса, когда тут играл с точностью 99%. Следующий тур. Магнус играет против Мамедярова. 97,1% выигрывает. Следующий Джабава Карлсен. Магнус набирает 97,5% и выигрывает. Следующий тур. Магнус против Сочка. Все лишь 24 хода. Вроде бы, должна быть высокая точность. Но нет, все лишь 95,7%. Магнус выигрывает. Накамура, Магнус. Ничья. 92,7%. Видим, что Магнус хуже играл эту партию. Согласно оценке движка Карлсен. Артемьев. Магнус выиграл. Ужасная партия в исполнении Артемьева. Согласно движку, Магнус набрал 97%. Матлаков Карлсен. Магнус выиграл. И с точностью 97,8%. Карлсен не помню. Еще ничья. И видим, что здесь Ян. Как раз сыграл всего 99%. Магнус всего лишь 96,7%. Вашьел аграф Магнус. Магнус 97,3%. Ничья. Магнус против Дубова. И вот эту партию мы посмотрим, потому что это самая точная партия. 99,4% в исполнении Магнуса. Что произошло? Была разыграна вот такая вот система. Наверное, надо ее назвать уже Тараж Дубова. Потому что до Дубова никто с Лан-Ц5 не играл. Модная компьютерная линия в исполнении Дубова. Ну и, видимо, это все теория. И вот это наверняка критическая позиция, которая возникала. И позиция достаточно простая. Чем-то она напоминает каталонское начало. И вот единственный момент в партии, где Дубов допустил грубую ошибку. Согласно движка он пожертвовал ладью. И он что-то не досчитал. Магнус отбился от атаки. И, в принципе, партия закончилась. Удивительно, да? То есть подставил ладью 98,4%. Дело в том, что наверняка почти все было дебютом. Дуда, Магнус. Между прочим, ничья. И здесь тоже 97,2%. Это хуже показатель, чем показатель соперника. Магнус против Крамника. 98,7%. Победа Магнуса почти 99, но не дотянул. Ферруджа, Магнус. Мы знаем эту партию. И что здесь у Ферруджи упал флаг. Магнус таким образом победил. Но увидим, что это отражается на статистике. У Ферруджи выше статистика была. Ну, 98,1% Магнуса. Это тоже очень высокая точность. Магнус против Грищука. Ничья. И мы видим тоже, что Магнуса ниже точность в этой партии. 98,3%. И последний тур. Ю против Магнуса. Ну, тут повторили хода. И короткая партия. Может показаться, что должна быть большая точность. Ну, нет. 95,5% всего лишь у Магнуса. Итого. Я подбиваю баланс. Я создал табличку. И видим, что 97,3% это результат Магнуса. Который, в принципе, поделил второе место с Накамурой. Но 97,3% это очень высокая точность. И вряд ли кто-то может набрать выше в современных шахматах. Побороться с Магнусом. Теперь Накамура. Мы видим, что набрал столько же очков. Насчет перформанса. Видим, что если Накамура с перформансом 2885 поднял рейтинг. То это где-то перформанс 2900. То же самое можно сказать про Магнуса. Что у него был рейтинг 2865. Ну, то есть 2900 перформанс. Но мы увидим разную точность. Накамура играл менее. С меньшей точностью. Чем это может сказано? Потому что у Накамура другой стиль. На подкрутку. И он идет на острые позиции. И, конечно же, он ошибается. Ну, и заставляет соперников ошибаться. Так. Первый же тур, видим, не очень высокая точность. 93.9 выиграл у Басио. Второй тур. Перунович против Хикару. 0.1. Точность всего лишь 93.2. Третий тур. Накамура проигрывает. 94.7. Точность ниже, чем у соперника. Извините за склейку. Гроза. Четвертый тур. Накамура против Гореева. Между прочим, ничья. И точность Хикару. 92.9. Следующий тур. Шашикаря Накамура. 0.1. Точность Накамуры. 97.3. Резко возросла. Следующий тур. Рязанцев Накамура. 0.1. Точность Хикару. 94.7. Следующий тур. Накамура Сарана. Точность. 95.1. Следующий тур. Панкратов Накамура. 96.4. Гроза продолжается. Но следующий тур. Накамура Артемьев. 1.0. Хикарус. Процент 95.2. Следующий тур. Видят Накамура Ничья. Процент 97. Следующий тур. Тубов Накамура Ничья. Процент 92.6. Следующий тур. Ну да. Там еще была партия с Магнусом. Ну я уже показывал проценты. Накамура Ю. 97.4. Хикару победил. Накамура Дуда. Здесь 1.0. И 93.3. Видим. Не очень высокий процент. Матолков Накамура. Накамура 91.9. Накамура победил. Крамник Накамура Ничья. Видим статистику. Крамник 96.2. Накамура 95.7. Накамура Гири. Ничья. Статистика все лишь 91.7. Видим, что Гири намного точнее играл. Но ничья. Накамура Ващелограф. Победа. Хикару 94.1%. Грищук Накамура. Видим, очень быстрая ничья. И как раз это единственная партия, где Накамура набрал более чем 99%. 99.2. Ну, я думаю, что здесь особо нечего показывать. Потому что это известная линия ферзевого гамбита. Где черные подмениваются. И белые вот таким образом повторяют хода. Накамура Зубов. 1.0. 97.8%. И последний тур. Мамедов Накамура. Здесь партия у Мамедова вообще не удалась. 57%. Проценты видим. Ну, Накамура тоже. Редкий случай. Ниже 90%. Ну, понятно. Последний тур. Нервы. 87.1%. Итого. Подводим. Средние проценты. Видим. 94.6%. Видим, что несмотря на то, что оба игрока набрали одинаковое количество очков. У Накамуры процент намного ниже. Он даже не дотягивает до 95. Ну и закончим наш обзор к равнику. Если гроза нас окончательно не уничтожит. Итак, Крамник набрал, как видим, намного меньше очков. И его перформансы, не знаю, наверное, не 2.900, а что-то в районе 2.800. Хузман Крамник. 97% Владимир выиграл. Крамник Донченко. Крамник выиграл. 94.6%. Чигаев Крамник. Крамник выиграл. 94.9%. Крамник Дреев. Ничья. Между прочим, 97.8%. Ну, у Дреева примерно такая же статистика. Корякин Крамник. 1.0%. Здесь партия у Владимира не удалась. Всего лишь 75.5%. Крамник Олонса. 1.0%. 98.4%. Одна из лучших партий по статистике. Саргисян Крамник. 1.0%. Видим еще одно поражение. Всего лишь 84%. Крамник Иванишевич. Видим, очень короткая партия победа Крамника. Ну, 97.5%. Савченко Крамник. 1.0%. Кто бы мог подумать. Ну, тем не менее, давайте посмотрим. 92.3%. У Крамника 98.6%. У Савченко. Савченко может иногда выдавать очень сильные партии. Крамник. Сакаев. Ничья. И увидим, что у Крамника здесь 88.6%. У Сакаева выше. Но наступил второй день. И Крамник начал играть сильнее. Кабалия. Крамник 0.1%. 95.1%. Крамник. Крамник и Туризага. Здесь видим, что 20 ходов развалился. Но, тем не менее, всего лишь 97.6%. У Крамника. Петросян Мануэль. Крамник 0.1%. 97%. Крамник. Сочка. И у него здесь победа. И 98.8%. То есть почти 99. Но нет. Не помнящий Крамник. 0.1%. И здесь у Владимира 95%. Не так уж и много. Матлаков. Крамник 0.1%. И видим 98.8%. Тоже очень высоко. Давайте хоть одну партию посмотрим. Он почти дошел до 99%. Но что здесь было. Ферзевый гамбит. Видим полностью симметричная позиция. И на технике. Выигрывается пешка. Размены. Ну, что умеет очень хорошо делать Крамник. И данная структура. Теряется пешка. Три на два. И в ней очень сложно ошибиться. И коневое окончание тоже. Конечно же белые наверняка должны сделать ничью. Если будут играть очень точно. Но, к сожалению, этого не происходит. И черные побеждают. Вот так вот Крамник набирает высокие проценты. Эта партия показательна. Длинная партия. В простой позиции. Крамник против Ю. Крамник выиграл. 95,6. Крамник Ферруджа. Крамник выиграл. И 98 процентов. Сильное достижение. Выше, чем у Ферруджа. Обратите внимание. И пошли в Аграф Крамник. Ничья. Последний тур. И 95,9 процентов. И увидим очень странную вещь. Несмотря на то, что Крамник несколько раз провалился. 94,2 процента. Это не намного ниже, чем у Накамура. Но ниже. Конечно же, на этот результат повлияли партии. Здесь было 75 процентов. Но на Камуры. Видим, что партия с Мамедовым. Тоже чуть-чуть подпорстила статистику. Итак. Делаем вывод. Что первое. Одинаковое количество очков. Это не значит, что один соперник играл хуже. Вернее, в ту же силу, что и другой. Мы видим, что Магнус играл намного точнее, чем Накамура. Но они набрали одинаковое количество очков. В 97,3 это, наверное, тот лимит для человека, который он может в данный момент набрать. 94 и выше процента этого хватает, чтобы попасть в металли. Второе, третье место занять. Ну что ж. Конечно же, следующее видео будет про среднюю статистику. Очень сильных игроков. На этом все. До новых встреч.